всем привет недавно epic games показывал процедур content generation с помощью которой они прям изменяли свою локацию и сейчас так как движок уже выпустили в данном версии у меня конечно не совсем та которая является у всех открытой у меня немножко старая но структура практически та же самая если что в общем для того чтобы включить pcg да это короткое название процедуру контент генерации заходим плагин набираем процедуру и здесь у нас как раз таки появляется сам флаги процедуру контент генерации на фреймворк ставим галочку перезагружаем сам движок у меня он уже включен просто запускаем для того чтобы разместить его на самом мэдскейпе да то есть вы можете выбрать нажать плюсик перейти в volume и положить сюда так скажем pcg volume это вот вот этот кубик является как раз таки той частью где можно будет располагать все это процедурные генерации ну давайте сразу увеличим скейл но представим что вот такой вот скейл он у нас должен естественно погружаться землю для того чтобы допустим на земле что-то располагать ну и что нам необходимо далее мы выделяем pcg контент и здесь у нас есть instance да вот граф здесь у нас стоит нулевой но вы можете нажать на стрелочку и нажать писи граф далее выбрать какую-то папку где вы будете хранить ее давайте вот это у нас pcg граф нажим называем да и вот у нас как раз таки он создался что еще можно сделать можно просто нажать правой клавиши здесь и выбрать pcg граф это гораздо проще но я решил показать оба варианта тоже располагаем и он кстати здесь автоматом почему-то сразу ставит скил 25 ну давайте поставим 40 по высоте нам особо не важно так как она все равно покрывает землю можно поднять или опустить так давайте зайдем как раз таки в один из созданных граф давайте сразу скинем его вот сюда чтобы было удобно и смотреть что у нас происходит на экране здесь есть у нас входящие и выходящее значение если мы откроем стрелочку здесь как раз таки есть у нас входные импуты экторы и так далее да здесь также у нас есть landscape и landscape height что нам необходимо во первых выберем основную одну из основных так скажем нод которые будет у нас практически всегда взаимодействовать если вы хотите взаимодействовать с landscape здесь вот слева есть как раз таки все ноды которые у нас в этом графе располагаются но можем вызвать ее серфейс сэмплер как раз таки серфейс это вот именно то входящая нода точнее позиция до подключаем ее к landscape height и теперь если одно из самых важных действий да нам необходимо просматривать все что мы вообще располагаем для этого вы можете нажать правой клавишей на саму ноду серфейс сэмплер ну и по сути почти на любую ноду которая там находится и нажать калочку дебаг и мы здесь как раз таки видим все позиции те точки которые он сформировал видите да у нас все точки покрывают landscape давайте посмотрим если мы сюда подсоединим они по сути тоже будут покрывать landscape если мы даже двигаем они генерируются заново то есть мы передвигаем контент генерейшн и здесь она у нас сама генерирует заново если вам что-то не нравится вы можете здесь очистить и нажать generate то есть здесь вот дополнительные две клавиши также очистить сам граф да но он нам по сути не нужен и здесь есть также все граф линк естественно их мы чуть позже рассмотрим тоже смотрите сейчас мы дебаг мана не будем выключать далее здесь есть определенные значения так скажем да вы можете уменьшать увеличивать естественно вы сейчас особо ничего не заметите 8 с это потери да то есть вы можете уменьшать до того как значение допустим и значение точек можете уменьшать здесь у нас прям будет очень много значений которые вы сможете регулировать ну небольшое количество точек нам принципе подходит очень симпатично далее смотрите здесь есть галочка unbounded когда мы ее включаем у нас на весь landscape сразу формируется вот этот граф то есть если вы вдруг нечаянно эту галочку воткнете когда у вас большое количество здесь настроек да вот это и уже стоят какие-то мыши у вас просто зависнет все так что вот с включением бесконечности так скажем вы будьте аккуратнее сначала настраивайте процентное значение там по точкам чтобы у вас небольшое количество было и уже далее если необходимо включаете здесь также у нас есть куча иных значений которые вы можете покрутить и понять саму структуру изменений ну давайте далее посмотрим что можно еще сделать также у нас есть нода которую вы тоже часто будете использовать это transform point вот эти точки точнее кубики да они нам просто дебаг на дебаг здесь по сути ничего нету он просто показывает точки которые в данном случае сгенерировались по цене ям их transform point выключаем с этой ноды дебаг включаем на эту ноду дебаг и теперь смотрим что произойдет мы изменяем у каждой точки по сути какие-то изменения передвижения да то есть вы можете сдвинуть их на какие-то значения по x по y допустим по z давайте по z выставим там 1200 и как видите они у нас взлетают то есть это я причем увеличил значение минимальное также есть допустим вы можете вставить минимальное и максимальное значение то есть от 100 до 300 от 0 до 300 и естественно какие-то будет в нуле какие-то 50 100 300 здесь уж понятно также здесь имеется поворот точки там по координатам x y z естественно минимальное максимальное и из киев но представим что у нас с киев 2 вот то есть какие-то точки минимальное максимальное но точки это точки чтобы эти точки у нас формировались допустим уже с какими-то значениями пусть как вот эти деревья да эти деревья у нас посажены поле и здесь есть определенная разница эти деревья вы все вместе сразу не сможете перетащить допустим вы создали какую-то новую локацию и просто хотите прям такой структурой перенести деревья не получится вам придется кисточкой все это заново наносить да то есть включаете кисточку там водите но плюс у фолиэдж вы можете выделить допустим какое-то дерево она вам не понравилось сдвинуть вот два дерева было практически друг в друге я допустим неправильно настроил где-то его но и мне захотелось его сдвинуть как-то подкорректировать изменить угол определенного дерева да здесь я это все естественно могу такой же структуре нам придется все изменять весь график но не весь график а дополнять к этому графику основному части допустим теперь что нам необходимо давайте поставим за место этих кубиков какие-нибудь деревья пусть это будет деревья далее мы вызываем static мышь спаунер это тоже одна из больше и часто используемых но будет у нас подключаем ее как раз таки к точкам да мы выключаем дебаг и включаем допустим здесь дебаг мы пока это не увидим потому что у нас элементов мешов до стоит 0 в значении давайте его добавим мы какой-то элемент но он 0 потому что мы ничего не выбрали давайте поставим какой-нибудь здесь у меня деревья они мега скановские и немножко будет тормозить но я так выберу что нибудь более менее малозатратное ну давайте вот что-то вот 23000 если мы вот увеличим да вот эти точки дебаг давайте теперь уже отключим его буковка d у нас все включает или выключает как видите он у нас здесь все поставил где эти точки были также вы можете поменять угол допустим пусть это будет с минус 60 до 60 до но допустим нам не особо надо чтобы он у игреку как-то сдвигался а выставим это допустим позит ну пусть это будет на 360 градусов то есть он будет вокруг своей точки вращаться своего pivot point а ну и далее если вдруг они у вас там летают еще что-то да вы естественно можете опустить значение asset минимальное выставить там минус 20 и естественно какая-то часть будет под землю это шикарно то есть вы не каждое дерево там будете настраивать или же настраивать кисть а просто здесь можете подкорректировать даже вот на таких углах здесь он не летает ну и подключаем output это вот самая простая часть давайте чуть-чуть поменяем давайте скил пусть будет у нас 5 и естественно нас все поменялось также вы можете вот эту часть образно скопировать вот эти так скажем параметры они у нас постоянные то есть они у нас много подключаем и то есть мы в одну ноду можем подключить хоть сотни ну не знаю насколько сотни потому что может быть здесь есть какие-то ограничения пока нам об этом не сказали ну и далее что мы можем пусть это будет то же самое да то есть мы серфе сэмплер можем откорректировать откорректировать допустим давайте включим дебаг на ней чтобы мы определили где у нас точки появляются но как видите они у нас тоже самое да в тех же самых местах допустим здесь вы можете тоже изменить значение то есть у нас точечки немножко смещение происходит влево-вправо не сверх это вот такие вот так скажем растяжение определенные теперь мы можем с помощью transformation до трансформ изменить позиции ну давайте на 500 сдвинемых по x по y и и естественно эти уже точки не находится в деревьях но в большинстве случаев теперь на них вы можете естественно наложить какой-то другие на какой-то другой static mesh и здесь у нас вот такие вот деревья появились давайте их мы тоже самое еще немножко увеличим допустим в десять раз и вот все что у нас получается так выключаем дебаг и давайте пробежимся просто по этой локации по-любому будут какие то вопросы потому что у нас здесь работает коллизии у всех то есть если вы поставите траву у нее тоже будет коллизия как это можно будет исправить открываем выбираем статик mesh и естественно здесь есть у нас коллижен да вот у каждой модельки вот здесь ставим галочку и и выбираем либо но у коллижен либо определенное значение какое вам необходимо допустим для некой травы у нас нет коллизия для каких-то деревьев определенный вид коллизии выбираете там какой вам необходим пусть будет пау просто проверим как это работает но и деревья у нас сейчас летает так здесь она у нас отрабатывает общую генерацию да но пусть будет но у коллижен в данном случае за место мышь вы можете спаунить вот сейчас я убрал деревья также вы можете спаунить здесь экторы есть у нас спаун эктор и естественно здесь вы должны выбрать какие экторы у нас здесь буду да то есть выделяете ноду и выбираете как раз таки эктор так но в данном случае у меня здесь особо сейчас ничего нету так также вы можете даже писи джи валью выбирать какое-то значение но пусть будет триггер бокс какой-то здесь он нам его не покажет потому что он у нас не создан там скорее всего пустой просто выбираем эктор создаем пусть это будет эйси сектор подставим сюда что-нибудь я не знаю сферу поднимем ее чуть выше но естественно вы какие-то прописываете значения весь код и здесь мы выбираем его эйсиектор который только что создали и у нас на локации естественно появляется вот эти экторы в этих местах ну как видите из-за того что transform point у нас стоит до 10 максимальное значение можем единицу выставить и вот такая вот генерация определенных каких-то не знаю там поставьте что-нибудь интересненькое например какие-нибудь камни которые необходимо собирать вот пожалуйста они у вас будут вот такими экторами писи джи графе висеть но на этом я думаю все далее мы еще несколько раз посмотрим что еще здесь можно делать но здесь очень большой список этих нот здесь можно часами наблюдать и составлять вот эти структуры структуры на этом все до скорой встречи всем пока